Псой Короленко, Максим. Классик. Псой Короленко, Максим. Псой Короленко, Максим. С нами сегодня нет нашего продюсера, художника в костюмах, режиссера Игоря Осанова. Все это произошло. Вот из-за этого Орсона Уэллса, короче. Да, безусловно. Поэтому он даже не смог тоже разобраться в этом вовремя. Увы, увы, увы. Но мы надеемся, что сегодня это нам не помешает провести встречный стрим. Итак, с вами, друзья, мы, Максим Еремеев. И Александр Кузьмин. В нашем незабываемом клубе «Синий попугай». То есть мы вам рассказываем анекдоты каждую неделю. Мы вспоминаем, короче, о самых интересных событиях, короче, которые были в нашей жизни и в вашей жизни. Читаем ваши комментарии. О некоторых событиях, которых не было. Мы хреново играем. Выиграющие есть такой момент. Вот. И сам, Максим, у вас березовый сок уже пошел, да? Ну, я так. А может начнем? Знаешь, у меня есть кленовый сироп. Ты давай говори, говори сейчас. Да, да. Вот. А также, как Леонид Якубович, мы всегда ждем в нашем клубе ваши соленья, варенья, настойки. Вот. И подделки, рисунки. Короче, как мы с Максимом решили, мы нарисуем какой-то логотип. Или даже нет. Не так, Максим. Мы конкурс устроим, короче, на лучший герб нашей передачи. Даже не логотип. Герб. С девизом, чтобы на латыни напишите нам, а лучше нарисуйте. Напишите нам, а лучше нарисуйте. Я не знаю, как это. На латыни, к сожалению. Ну, я думаю, вы разберетесь. Ин эксциденте ситое, ин эсмидоро мунди, короче. Так вот, друзья, смотрите, в прошлый раз мы анонсировали следующую вещь, что если вы будете нам присылать подделки, рисунки, соленья, варенья, там все нормально, в частике, Максим, да? Ты очень громко, и я очень тихо. Очень тихо. Да, ну ты, может быть, чуть-чуть потише, а я чуть-чуть погромче. Максим, во-первых, обозначен нашу тему. Сегодня мы играем в... The Binding of Isaac's Rebirth. Я бы даже так сказал, в игру с религиозными мотивами. Не то, что с религиозными мотивами, это игра... Как вы говорите, Максим? Мягко говоря, не в последнюю очередь посвящена религии, конкретно христианству. Да, очень хорошая игра, я ее очень люблю, хотя я знаю, что к ней сложное отношение у многих людей. Максим, вам кленовый сок налить? Мне, ты знаешь, лучше вот в отдельный стаканчик, буквально чуть-чуть, а то у меня в прошлый раз после смеси газоводы и березового сока у меня очень хорошо дело пошло. Ну, очень хорошо, да? Так вот, значит, да, игра с очень... Крестьянство это очень важная тема в ней, вот, я ее очень люблю, ля-ля-ля-та-паляк. Великолепная игра. Да, спасибо. Давайте уже начнем потихонечку играть еще раз. Извините, если что не так, мы попытаемся как бы вот это все пережить вместе с вами. Да, конечно. Без вас, без вас. И поэтому давай, Саш, мы, значит, с тобой вздрогнем на дорожечку и поедем. Ох, Максим, не хочу я в эти руины опять погружаться. Ваше здоровье, друзья. Только за вас, господа. Так вот. Ой, хорошенький новый сироп. Ох, спасибо. Ой, это вот тебе, Саша, айпадик там... Да, 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 там работа с чатом. Нет, пока просто приветствую вас, говорят, что рады видеть. Мы вас тоже очень рады, ну, не видеть, но читать. Александр, пишет наш зритель Ксенобим, читаю авиатор, очень нравится книга. Это гениальная книга. Это водолазки? Да, да, я его заканчиваю, собственно, у меня там буквально последние две главы осталось. Очень хорошо, Максим, то есть это невероятно. Ну, надо будет, надо будет. Я уже понял. У меня правда... После Лавра, ты знаешь, вот я понял, что вот родился новый русский великий писатель. Я сейчас вот дочитываю буквально последние страницы All You Bays Abilong Tuas, прекрасной книжки про игровую индустрию. И вот прямо после этого, возможно, сразу берусь из какого-нибудь хотя бы водолазкина. Возьми за современников. Да, за современников. Максим, Лавра тяжелая книжка. Лавра, просто я его начинал несколько раз, так и не прочитал, мне нужно это наконец-то осилие, знаешь, от него стыдно как-то, неудобно. Ну, перед нами всеми неудобно. Да вообще, кошмар. Так вот, ребят, сегодня, вы знаете, раз уж мы за Лавр, за российское средневековье, сегодня мы... И за христианство, поскольку у нас добавили пояски. Ты знаешь, вот как вот говорили вот эти вот баптисты, или кто там, они в 90-е тогда вот ходили и говорили, здравствуйте, не поихи поговорить вами о бьёге. Бьёге? А такой, чё? Они такие, а вы смотрели наши сюжеты, чё? А вы смотрели наши сюжеты, чё? А вы сюжеты, сюжеты, а сюжеты. Максим, давай сегодня поговорим с нашей благодарнейшей аудиторией, мы потом попозже чуть-чуть расскажем, почему она самая лучшая на Земле. Это вопрос о вареньях, о вареньях и прочее. Ну и по всему прочему. И поговорим сегодня о боге. Потому что в чём сюжет игры Байденов Айсек? Сюжет игры Байденов Айсек, он заключается в том, что жили на свете, значит, вот маленький такой паренёк, Исаак, Изя, и его мама. И, в принципе, всё у них было нормально, но у мамы было такое увлечение, вроде бы безобидное, она очень любила смотреть по телеку всякие христианские шоу, телепроповедник. Да, мы про них говорили в прошлый раз. Кстати, да, вспоминаю, в прошлом, позапрошлом что-то не помню, ну да, недавно было сделано. Любил ли мы телепроповедник? Так вот, я очень любила телепроповедников смотреть, и в какой-то момент у неё слегка поехала кукушка на этой почве. И она решила, что, значит, Исаак одержил дьяволом, и поэтому нужно его убить. Айсек, скорее, потому что это Америка, всё-таки. Ну, Айзек Азимов, ты знаешь, он же не Исаак Азимов. Исаак, это, неважно. Так вот, значит, Исааку это дело не понравилось. Так. И он решил от мамы спрятаться, убежать. А бежать-то было особо некуда, и поэтому он спрятался в подвале. Оказалось, что в подвале вот такая вот непонятная от жопы сатана, какая-то и была, да, вот. И вообще куча говна везде. Йогер-мэ, да. И вот такие вот чудовище водятся. Неприятно, неприятно, конечно. И он пытается как-то отсюда выбросить. А Исаак, он вечно плачет, да? Айзек, я его куда Айзек, он всё-таки называет? Нет, Саша, знаешь, почему Исаак? Почему? Ну, конечно же. Потому что здесь ещё обыкновывается миф, собственно, миф христианский о жертвоприношении вот этому. Ну, когда он пытался, условно говоря, я перескажу, да? Ситуация была следующая. Пошёл мужик с сыном, короче, в горы. Но он пошёл не просто так, ему было видение от Господа, что нужно принести в жертву и зло. Со стороны, я из глаз сына пытаюсь это так сказать. Вот как-то мы с папаней собрались, короче, в горы. Папаней говорит, пойдём на рыбалку, в горной речке. Не на рыбалку, а, короче, с конкретной целью деревьев нарубить на дрова. Потому что там в горах... Да, да, прости, я забыл. Подожди, подожди, подожди. Так вот, пошли мы с папаней как-то деревьев нарубить на дрова. Идём, идём, деревья рубим, там, что-то это, и всё наверх тащим. Папа, что наверх там, короче? Там, говорит, надо жертвный алтарь. У папаней, говорит, с Господом там свои темы. Я ещё маленький ребёнок не объяснил, там, иудея, вся вот эта тема. Да. Ну, что ж, ладно, ну, надо, так надо, Господи. Папа сказал, папа сделал. Тогда, знаешь, не было вот этого всего. Папа сказал, сынок сделал, я бы даже сказал. Да, сынок, да. Ну, короче, привёл к папане, короче, к идее. Да, если у меня, то есть, да. Снарядил, короче, жертвенный алтарь. Да. Положил дров. Да. Поджёг. Да. И стал молиться. Да. В этот момент, просто, значит, камера меняется. Бам-бам-бам. И, значит, Бог, Яхве, так его назовём. Да, ну, то есть, ну, еврейский Бог такой, бесхозаветный. Да, да, да. Вот, и вдруг говорит ему, а возьми-ка ты, говорит, дружок, и сына своего принеси ко мне в жертву, а? Вот прямо вот. Ничего. Принеси, говорит, его и заколи, и сашки. А, нормально. А, я же Бог. Он такой, ну, ладно, ты Бог, окей. Я вот сына своего, вот он тут вот играет, бабочек ловит с очком. Недалеко идти. И алтарь уже есть. И алтарь есть уже, и огонь горит. Причём, что, два раза-то вставать. Ну, в общем, положил сына, говорит, ну, знаешь, Бог мне так сказал, короче, сын лежит, короче, там, тут вот, буквально, вот, кинжал так вот занёс, прям, буквально, вот, машет. И Бог такой, сайте, кашляет. Видишь, он проверял. Как мне всегда нравился этот миф, пиздец, просто. Извините, господа. Мы решили, кстати говоря, знаете, что мы... Что мы не будем запикивать, хватит. Изображать из себя кисейных барышень, там, пытаться закашливать какие-то там, такие, так я скажу, языковые моменты. Да и вообще, за всю фигню, короче, решили сразу выйти. Все взрослые люди, мы уже 18+, у нас, как бы... Максим, давай, вот, ты заполнил, ты заполнил, ты заполнил, что мы синий попугай, на секундочку, потом, потому что он пишет, работать с чатом, чуть потом. Анекдоты мы должны рассказывать Максиму. Вот, ты знаешь, нет, подожди, подожди, ты играй. Вот, я тебе, Максим, один вопрос хожу задать, понимаешь, вот, представь себе, что тебя зовут Мойша, и ты работаешь на привозе. Вот, а, а, меня зовут Изя, и я тоже работаю. Вот, я подхожу к вам, и как-то спрашиваю, скажите, Мойша, шо, бога не? Нет. А когда будет? Максим, это один из... Это ты для разминки сейчас? Конечно, а ты знаешь, у нас как в КВН теперь идет, раз нас их обвиняют там... В домашние задачи. В дурном, что за юмор, да? Конкурс капитанов у нас там будет вообще, музыкальная пауза, голосящий Кивино. Я даже, когда смотрел еще всю эту ебалду, мне так не нравился конкурс капитанов. Господи, ребята, нет. Что такое? Я даже знаю, по-моему, что там происходит, да? Тебе вспоминают выступление твое ночное, сегодняшнее, да? Мама, чему я диссидент? Если, да, я сразу скажу, кто видел, я хочу выспользовать свою тему. Я считаю, что Саша, в общем-то, все сказал абсолютно правильно. Вот, я подписываю под каждым словом. И вообще, молочина, я горд даже в какой-то мере, что вот я с ним знакомый, вместе с ним работаю. А теперь, Саша, если для тех, кто не в курсе, можно пояснить за всю херню, что произошло, собственно говоря. Начну, Максим, издалека. Давай. Всю жизнь жил я, не тужил. Так. И любил, Максим, я одну вещь. Так. Искренне любил, страстно. Бухлишко. Нет, видеоигры. А, окей. Вот. Тут бухлишко. Это уже потом. Иногда, иногда. Иногда. О, я умрю. Ну, не важно. Ну, если постоянно знаешь, ну. Так вот, Максим, заниматься я этой штукой стал, ну, действительно, в какой-то мере, профессионально. То есть, там, писать обыгры, что-то там, обозревать. Потом, журнал делать обыгры, там, сайт делать обыгры. Максим, социальные группы делать обыгры, там, стримы делать обыгры, да? Даже зарплату. Видосы записывать про покемошек. А, нет, ух ты. Да, кто не видел, обязательно посмотрите наш видос. Называется, как поймать самую редкую Пикачу в Москве. Можете прямо сейчас правильно посмотреть. Пока я тут еще вот разгоняюсь. Ну, так вот, да. Ты, значит, занимался этим всем. И тут. Но пришла беда. Да. Вот. Блин, я бы сейчас музыку включил. В общем, если вы хотите рубрику музыкальная пауза, вы напомните, потому что иногда я смогу тут просто взорваться. И вот вчера, Максим, не абы кто, не колдырь, понимаешь, у метро мытищи. Да. Да, да. Это не просто так, как мне кто-то потом по поводу этой истории сказал, что ну просто бывает, ну, спизднул, да? Нет, ребята, вот просто вот это самое сделало, это когда действительно какой-нибудь карьерный синерыл. Министр культуры Российской Федерации. Оф-таки. Оф-таки Америка. Оф-таки Америка. Господин Мединский сказал буквально следующее, что видеоигры вещь исключительно вредная. Исключительно только вред приносят они и вообще никакого отношения к культуре видеоигры, конкретно говорил про Pokemon Go в этот момент, к культуре не имеют. То есть он замешал и покемонов, и видеоигры, и культуру, и всё, я сказал, что, короче, всё, те, всё, все вот те вот вещи, которыми мы занимаемся. Да, жизнь положили, можно сказать, чтобы просвещать людей по этому поводу, рассказывать об этом. Максим, я почти после ситуации этим занимаюсь, да, вот. Он сказал, что это говнок. Да, да, да. И перефразируем. Как у нас тут есть такой раненый гэк в редакции, большего говная в жизни, он практически нам сказал. Мало того, он ещё там добавил, что он когда-то поиграл в Tetris и понял, что это полный кобздец. Оф-о-о-о. Вот, и ещё своим детям запрещает играть. В общем, короче, господа, клинический случай. Примучесть. И вы знаете, вот у меня последние три недели, в принципе, ну, знаешь, Максим, наша передача общественно-политическая, да, вот. Она социальная в какой-то мере, да. Вот можно мне пожаловаться на жизнь? Да, да. Тебе, тебе, Саша. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Последние три недели мне крайне тяжело живётся, да, вот. То есть у меня очень много работы, у меня появилось очень много дел, интересных планов, которые касаются в том числе интересных вещей, которые мы сделаем на нашем сайте и нашем ютуб-канале. Впрочем, ребята, да. Да, у нас тут дофига... Это появилось внезапно, но вы будете удивлены, там будет круто, да. Мы, честно, нам больно немножечко, потому что для нас это дело в каком-то смысле новое. Не спойлерим, не спойлерим, не спойлерим. Для нас дело в каком-то смысле новое. Никогда такого не делали, и вот опять. Но мы очень надеемся, что получится круто, получится интересно. Мы все усилия для этого приложим, сделаем всё возможное. Через пару недель, братцы? Да, да. Вот, всё тайное станет явным. Так вот, и в этот вот период, когда я сплю, примерно где-то по 4-5 часов в день, уже последние три недели, короче, вот там детей, собственно, их не вижу и так далее. Блин, трэш. И вдруг, среди всего этого, когда мы уже в абсолютно охеревшем состоянии, накрыли в любви, ко мне в уши, вылетает господин Мединский с этой хренаторой. Максим, ты знаешь, как вот говорит современный интернет, у меня бомбануло. Да. То есть, в принципе, вы знаете, у нас есть пабликома, брейкер ВКонтакте, да, например. Вот я перепостил там, собственно, сообщение. У меня вот есть личный Facebook, да, где я его запостил. Если кто ещё не читал, вы можете, собственно говоря, там прочесть. Мне кажется, программный текст какой-то. Я не знал, что это вызовет такой резонанс, честно, там что-то там какие-то тысячи каких-то перепостов и так далее. Да, да, да. И вот, ребят, смысл в следующем? Ну, да. Вот когда Навальный перепостит, тогда всё, всё. Ну, да, вообще. Можно закрывать лавочку. Ну, да, смысл. Максим. Да. Александр. Ты понимаешь? Что? Министр культуры. Да. Российской Федерации. Страны с многоковой, очень богатой культурой. Ни хрена в ней не смысла. Да. Вот в этом мой посыл. Ребят, понимаете? Наше мнение, наше мнение, что министр культуры Мединский не имеет никакого отношения к культуре. Вот что мы, в частности, хотим сказать. Короче, господа, вот вы хотели общественно-политическую передачу? Вот, мы за политику с вами заговорили. Будем сидеть. Так, а у нас есть метро Метища? Да нет, метро Метища. Я в Метища на метро приезжаешь, то есть там. Ой, прям Мединского критикуют. Редкий Пикачу, говорят, ему вломил, вот поэтому он и возмущается. Ну, дай бог. Так, вот меня поддерживают, короче, не он, веб-вич, короче, мне пишут, что Саша, мы всегда с вами и за вас. Ну, мне кажется, здесь вот не может быть двух мнений, потому что, реально, случай абсолютно вопиющий, действительно обидно. Мне тоже очень-очень обидно было, ты знаешь, я там, в общем, тебе рассказывал по итогам. Я прекрасно тебя понимаю и, ну, это просто, простите, пиздец, честное слово. Ну, это стыдно, это гадко и просто я не знаю, как быть вообще теперь по этому поводу, что с этим делать мне. И как примириться с тем фактом, что вот такой вот человек занимается как бы на таком уровне, на моей родине культурой. Новое средневековье, Максим. То есть, ты знаешь, я при этом, смотри, вот помнишь, мы часто очень поминали нашего любимого документального режиссера Михаила Рома, который снял фильм «Обыкновенный фашизм». То есть, очень хороший фильм, который мы не забудем рекламировать с Максимом. И не перестанем. Не перестанем никогда, да. Вот, и ты знаешь, у него был последний проект, последнего документального фильма, который он не снял, потому что он умер в том времени, уже он все-таки был пожилой человек. Вот, и этот фильм был с названием «И все-таки я верю». Не надеемся. Нет, не надеемся. Я верю. Максим, я тоже верю, смотри. Я, несмотря на то, что у меня есть очень много вопросов к господину Мединскому, у меня есть очень много вопросов к его начальству, у меня есть много системных вопросов, которые, в принципе, меня не устраивают. Знаешь, там вот неподконтрольность судов, там вот вся вот эта либеральная фигня. Ну, в общем, во что-нибудь к ней? Ну, во что-нибудь к ней все-таки клин. Да, я, в принципе, политикой не особенно интересуюсь. Мне главное, чтобы игры не притесняли. Да, вот тут вот, как раз, ко мне пришли в логово и там насрали. Да, это пока что даже не то, что притеснение, но звоночек крайне неприятный. Звоночек очень неприятный и самое страшное, что он звучит от чиновника такого сопоорудования. Да. То есть, смотри, я знаю людей из очень многих, скажем так, министерств. То есть, по работе мне приходится часто, например, взаимодействовать с министерством связи, да, например, с другими некоторыми министерствами российскими. Кучу крайне вменяемых, молодых, современных чиновников, которых у всех из Инстаграм, которые все прекрасно понимают, все знают. Что же происходит тогда? И которые на собраниях, на уровне замминистра Максим говорят о том, что это очень круто, что мы добились того, что в нашей стране самый дешевый мобильный интернет в нашей столице. Это действительно очень круто, ребят. То есть, есть министерства, которые работают. Ну, блин. Саша, а вот почему такое происходит тогда? Вот прачечные, фигачечные, я не понимаю, вот что происходит. А почему происходит вот такое, если, как ты говоришь, куча вот таких прекрасных, понимающих людей, вот это вот все? А я тебе скажу почему, анекдотом отвечу тебе. Хочешь, Максим? Давай. Ну, приходит, короче, ну, такой православный, соответственно, приход. Мы сегодня про Бога же анекдот рассказываем, игра у нас про Бога. И вообще богоборчеством, в смысле нет, пардон, боговедением занимаемся. Мы только исследуем, исключительно, да. Вот теологии, короче, прикладной такой, домашний. Богознация. Богознация, такое, знаешь, любительская теология. Да. Они говорят, приходят, значит, к святому отцу, в церковь нашу какую-нибудь, там, подмосковную, допустим, да. Прихожане. Такой человек, знаешь, продвинутый, современный, с инстаграммами вообще, который в Европе был. Я говорю, что это, слушайте, я вот в Бога верю, а, простите, вот у меня вот чисто к внешней стороне вопрос. В смысле, к внешней стороне вопрос. Ну, вот смотрите, вот, например, я был много где-то в Европе, я был в католических странах, Максим, СМС. Отключите же в Европе. У меня как раз звук отключает. Молодец, смотри. Я был много где в Европе, я был в католических странах, был в протестантских странах, в атеистических странах, да. Вот, и вы знаете, вот у них всегда вот служба выглядит очень интересно, да. Вот они там поют, например, молитвы читают, и всегда играет, например, клавесин. Орган. Орган, да. То есть какие-то вот интересные музыкальные инструменты. Так почему же у нас всегда вот все славятся и поются акапелла? Вот, а что святой отец, задумывавшись так, конечно, затихнув, отвечает. Да, ответствует. Скажу вам правду, сын мой. Дело в том, что настоящий талант не пропьешь, а клавесин как нихуя-нахуй. Ну да. Извини. Так, Максим, а что вообще происходит-то? Объясняйте, что такое Байден Вайсок. Это же на самом деле... Это рунг-лайк, игра, рандомные подземелья, рандомный лут выпадает, каждый раз новый билд. И плюс еще с элементами пленстик-шутера, то есть ты бегаешь одним рычажком, стреляешь другим, вот, и таким образом пытаешься всех забороть, там, быстрыми дьяволами и, наконец-то, все. Ох. Это же просто все. Ави Джизус. Так вот, пишут наши читатели, работают с чатом, естественно, конечно. Так вот, где вот это было? Дмитро Матищик, мы же все прочитали. Редкий Пикачу выломил Мединскому, нам тут делится. Конечно. Так, а, это я просто не начало. Вот, да вы посмотрите на фильмы, которые спонсируют Минкультуру, сразу все понятно ставят. Тут анекдот. Ну, кстати, про фильмы, которые спонсируют Минкультуру, там тонкий момент, потому что на деньги Министерства культуры, в частности, сняли фильмы Левиафан, например. И Горько. Горько, очень хорошее кино. Опыт кино, очень хорошее. Левиафана я, к сожалению, не смотрел, но Горько смотрел, Горько мне очень нравится, один из моих любимых фильмов, отечественный, вообще просто, прекрасно. Вот, ну, то есть из отечественных там... Ты же помнишь господина Мединского, мы не будем забывать о нем. Про Рашку-говняшку. Ну да, дело в том, чтобы потом спохватились, что, как же так, мы дали деньги на кино, про Рашку-говняшку. Сказал господин Мединский, тот же самый, который покемонов сейчас обложил. Вот, тут мне вот, кстати говоря, вот вспоминают, что я отлично выступил на Радио Максимум, все-таки федеральный уровень. Да, друзья, вы знаете, вот с этой темы с покемонами, короче, с господином Мединским и прочим, мне пришлось появляться еще достаточно много в медиаэфире, и вот на Радио Максимум были совершенно замечательные люди, которые, как оказалось, еще любят шутить атеистические шутки. Не так и надежные. Да, ну, не знаю. Так вот, ведущий совершенно потрясающую шутку пошутил. Мы говорили с ним на тему о том, что вы понимаете, что вообще, в принципе, ловля покемонов в церкви, это от 500 рублей административки до двушечки классической. И вот, он говорит, ну да, конечно, понимаю. Обидно же, наверное, одному воображаемому персонажу, когда в его месте трутся другие воображающие персонажи. У него дома, можно сказать, подчиняем. И на музыку сразу ушел. И Райзен Пстайн заиграл. It's all is on. Все. Прекрасно. Так, работа с чатом? Да. В прачечной все они говорят, да вот и шутят. Вот меня еще хвалят. Ну, Саша, ты молодец, ты действительно хорошо, что по греху похвалят. Это правда. Вот. Кстати, друзья, вот скажите, мне интересно, у вас есть верующие, а у него вообще когда-нибудь кто-нибудь оскорблял ваши чувства религиозные? Мне реально интересно, правда, вот как это бывает. Максим. Расскажите, если у вас есть такая история, как кто-то оскорбил ваши религиозные чувства, пожалуйста, расскажите. А давай так, давай мы сейчас будем собирать истории пока интересные. Вот я вот слежу просто за чатом, да. Ребята, еще раз напоминаю, рассказывать нам анекдоты. Сегодня мы рассказываем о Боге, Дьяволе, Сатане, Рае, Аде, Адаме, Еве, короче. Задавайте вопросы. Ой, про Адам и Еву я вспомнил. Кстати, знаешь, не анекдота, а пресловие, Максим. Очень смешное. В пятом классе я смеялся, как Господь. Ну, я кажется, знаю. Адам Еву прижал к древу. Ева – щит. Древо – трещит. Ну, опять же, надо же популяризировать пресловие, анекдоты и так далее. Ребята, мы культуры. Именно мы занимаемся культурой, понимаете? Да, это тоже культура. Это тоже культура. Это тоже культура. Это тоже культура. Ни хрена не понимаешь, что культура это не ведает. Максим, ну так уже… Культура – это вообще совокупность всей человеческой деятельности. Все, что происходит вокруг вас в любой момент – это тоже культура. Просто некоторые считают, что культура – это только то, что старое, вот уже замшелое, обязательно. Чем старше, тем культурнее. Не так. Максим, поэтому… Я правильно у тебя в комментариях, кстати, заметил, что археологам, которые нас будут потом рассказывать, будут вообще абсолютно похером. Вот. Все, что они увидят, это будет элементом нашей культуры. Значит, найдут ночной горшок, короче. Да, боже. Это тоже. А что? Надо же куда-то детям, извините, какать. Старое мы, Максим, как говно мамонт. Нормально. А может, я никуда расскажу? Да, давай, давай, да, конечно. Мне очень нравится. А, никуда, да. Все не попугай, не забывай. Он старый, правда, да, и потом мы чатик почитаем. Вот. Он старый, правда, но я его очень люблю, да, как раз вспомнил. Значит, папа римский решил прогуляться по Ватикану. Я знаю, это не видно. Да, после работы. Вам понравится? Да, да, решил прогуляться по Ватикану после работы и… А, он там, нет. Вышел, гуляет, прекрасный вечер, теплый, чистый воздух свежий. Вот, и вдруг видит, значит, на улице стоит мальчик лет, ну, я не знаю, там… Пяти. Мы можем… Ну, пусть будет десяти. Ну, ладно, хорошо. Пусть будет десяти. Мальчик лет десяти и курит. Папа римский останавливается и говорит, ну, юноша, а вы слишком юны, что вы курите. Почему? И кто нахуй, батя? Римский аж… аж апешил вот на кухой. Ты мне, великому понтифику, главе католической церкви, векарию Господню, наследнику святого Петра, ведущего дела от Иисуса, говоришь, пошел-ка ты нахуй. Да пошел-ка ты сам нахуй. Максим. Нас спрашивают, а мы вообще крещённые люди? Вы знаете, как ни странно, я крещённый, но я атеист, у меня в детстве так получилось, не моя идея момента. Максим крещённый, что вор прощённый? Практически, да, да. Я тоже крещённый человек, короче, мало того, я теоретически очень сильно подкован, кстати, ну, как очень сильно, если сравнивать с средним уровнем, то, конечно, очень сильно, да, вот, если сравнивать с уровнем профессиональным, то… Профессиональные верующие, это интересно, я думаю, должно быть. Ну, Максим, они же знают эти стихи наизусть, они могут, там, Иоанна от Луки отлучить, отличить, извини, я говорил, но это было смешно. Да, я как бы крещённый, короче, но он сам… Ну, да, вот у нас примерно, как я понимаю, с Александром одинаковая история в этом смысле, то есть, та крещённая, но нет, не верующая. Так вот, Максим, давай, наконец, перейдём к хорошей части нашей передачи «Синий попугай». Я же напоминаю, что передача «Синий попугай» — это не только общественно-политическая, про общество и политику и мединского мы поговорили, да, это не только как научно-популярное, про науку, короче, жанры тоже мы всё там поговорили, это ещё и капитал-шоу. Более попугаев, так сказать. Так вот, ребят, вы помните прошлый раз, когда у нас была радость? Нам прислали соленья. Берёзовый сок и газовую воду. И газовую воду. А в этот раз к нам пришло аж две посылки за неделю. Был такое. Вообще. То есть, ребят, если вы продолжите писать нам и прислать ваши посылки с соленьями, вареньями, газоводой, подделками... Берёзовый сок. Особенно мы ждём костюм Мукамола. Это всё. Но как только мы получим костюм Мукамола... Извините, я на паузу поставлю от хлеба на берёзового сок. Как только мы получим костюм Мукамола, мы уже решили, мы просто реально можно будет закрывать лавочку, всё равно больше не к чему присоединится. Да, то есть костюм Мукамола, это вот наш фиолетовый штаны вот такие, если по мэркубекшным терминам проходить. Так вот, в этом году хотел сказать, хотя в году тоже можно сказать, нам ни хрена же в этом году не пришло. А вот за эту неделю пришло сразу два письма, написанных руками и две посылки. Так вот, Максим, давай покажем, что нам пришло. Да, конечно. Начнём с первой посылки. Вот, такая вот была посылочка. Как звать человека на Кубе? Ханты, Мансийский, автономный округ. Максим, ты на карте видел, где это находится? И оттуда Альберт Насыбуллин, тот самый Альберт, который звонил нам ещё в передачу «Игры в Кубе», Максим. То есть это прям Алдовый? Алдовый? Да, да. Так, он нам прислал. Смотри, тут марочки ещё с медведями, с рысью вообще. Что же нам прислал Альберт? Что же нам прислал Альберт? А, вот, я помню, что нам прислал Альберта, покажешь. Максим. Нам Альберт прислал, как-то... Да, да, ну-ну. Нам Альберта прислал, так сказать, пособие. Вот, чтобы мы не скучали с тобой. Ну, кстати, нам пишут, что Россия оскорбляет мои атеистические чувства пропаганды и православия. Окей. Так, ну-ну. Ну, это же мнение, оно тоже существует. Да, да, нет. Свежайший уморительный анекдот и книжку. Давай, Максим... Великолепно. Давайте погадаем. Давай. Страница, Максим, и анекдот. Страница 36-я, анекдот... 36-я. Третий сверху, если есть, если нет, то последний. Их всего три. Третий, всё, да. Он длинный. Я водой запью? Давай, давай. Ещё раз обложку книжки даю. Да, да, уморительная. В Одесском автобусе едет женщина и разговаривает по мобильному. И ты представляешь, Софочка, захожу я в нашу спальню, а он с соседкой там кувыркается на нашей кровати. Я на цыпочках прокрылась на кухню. Взяла... Ой, Софочка, моя автоновка, я в шесть с работы поеду и дорасскажу. В шесть вечера. Та же женщина садится в автобус. В автобусе все же лица сидят. Тут заскакивает мужик, запыхавшийся. Еле переводит дух. Я не опоздал? Смотрит на женщину и говорит. Ну шоу, уставили? Звони Софочке. Уморительный анекдот. Ну, в общем-то, на самом деле... Максим, это не один сборник. Вот второй. Он называется «Самая нужная книга для самого нужного места». Знаете, что самое крутое? Да, вот эта. Вот эта веревочка, чтобы вешать в толчке. Толчке. На гвоздик. Мммм. Я бы, Максим, на шмофсе повесил, да сопрут же. Ну, не, у нас, кстати, может быть... А, в сортире? Да, в сортире могут. Мы даже не сопрут, просто не поймут и унесут горничными. Может быть, да. Вот. Да, и еще там было... И, наконец, нам прислали игры. Тут так написано «игры». Нам прислали, да. Нам прислали... Набор Monkey Island последнего, да, например. Да. Тейлзу Monkey Island. Мы очень рады. Очень, очень. Да. Огромное спасибо, Альберт. Альберт. Это не единственная посылка. Конечно. Подожди, у Альберта, извините. У Альберта еще есть письмо. Да, да. Мы с тобой хотели начать видос снять, потом в зрении времени... Мы сняли. Нет, мы на самом деле сняли его. Но дело в том, что у нас видео, к сожалению, побилось. Увы, мы не смогли его запостить. И как-то второй раз нажимать было лень. И читает в прямом виде. Мы уже обещали, что мы все посылки. Еще раз. Ленинградский проспект, Москва. Ленинградский проспект 39, строение 79, Максиму Еремееву, Александру Кузьменко. Да. Присылайте все. Значит, Альберт пишет нам. Уважаемая редакция. Да. Я и все зрители капитал-шоу «Синий попугай» требуем. Да. Пункт первый. Да. Дайте и Асанову поспать. Не пойдет. Давай дальше. Неприемлемые условия. Второе. Верните игры в Кубе. Не пойдет. Ох, мне от нас зависит. Ну, дело в том, что да. Дело в том, что это не наше, как бы, дело. Наша инициатива. Должна быть не наша епархия. Да. Увы. Извините. Пока нет. Третье. Живите долго и счастливо. Навеки ваши, зрители и Альберт. А вот это мы постараемся. Вот это мы постараемся. О, кстати, пишут. Насчет религиозных чувств. В школе верил, а друг передо мной шутил шутки про летающих макаронных монстров и прочее. Ощущение было, как будто оскорбляют родственников. Еще думал, что меня за эти его шутки жестоко покарают. Но сейчас я не верующий, поэтому шутки вспоминаю. Пишет нам Артем 9329. Артем, не, ну, как бы, на самом деле, в определенный период тоже нормально. Я просто вот лично за вас рад, что вы, как бы, нашли себе силы как-то. Я тебе рассказывал страшную историю, как я долгое время икону Святого Николая принимал за личину страшного бога. А ты, по-моему, не в эфире рассказывал в прошлый раз. Да, да, да. Это была очень страшная история, поэтому ты ее вспоминай. Но это еще не все посылки. Дело в том, что нам пришла еще и вторая посылка. Да. Вот такой. Вот. И с ней пришло еще письмо, Максим. Длинное. Длинное. И я вот, знаешь, вот, с твоего позволения, я вначале зачитаю письмо, а потом покажу. Давай. Покажи вот это. Ой, да, это отлично. Нам такая штука пришла. Это наш новый маскот. Ребят. Это официально. Нише поделить. Давай. Давай. Лазарик. Здарова, товарищи попугаи. Здрасте. Здрасте. Надо сказать, как попугаи. Здрасте. Орожки. Орожки. Жоржа. Горячий вам сибирский привет. Ноб саран. Жаль, что совесть моя не проснулась раньше. Но, как показывает практика, лучше поздно, чем слишком поздно. Золотые слова. Золотые. Просто вот в граните отливать, как медведевские слова. Дарс надарю в дар. Дар. Ну, 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 ну. Дэ, дэ, дэ. Дарс надарю в дар. Да. Вам эту сову. Показывай. Видали, ребят? Вот такая вот. Была мысль, что вместо этой лучше бы подарить какого-то совинового попуга... А, не-не-не-не, подарить не какого-то, а какапо совиного попугая. Но, увы, таковым не располагаю. Впрочем, надеюсь, что эту сову вы найдете вполне очаровательной. Она офигенная. Она лучшая. Чисто. Мы с Максимом деремся. Она, знаете, вот сидит на соседнем столе. Мы не можем ее как-то расположить, поэтому мы ее будем в эфире пока удержать. Да, да, да. Вот. И она великолепна, серьезно. Так вот, и дальше, короче. Спасибо вам за ламповые стримы. Они очень душевны. Хочется верить, что моя совесть не единственная, которая проснулась. Вот опять, и все же я верю. Так. Хочется верить. Да. Вы не зря верили. Так. Искренне ваш, между прочим, Скотт Пилигрим. Тот самый, который против всех. Наш постоянный зритель и читатель. Спасибо вам, Скотт Пилигрим. Короче, вот за вот замечательную сову. Она просто вообще моя любимая. Я признаться, когда увидел Сашу, когда увидел именно посылки сначала, я вам ничего не сказал. Сергей. Да, Сергей, да, бывает. Много нас ведь Сергеевны. Вот когда я увидел ник, я сразу такой, ну это я помню. Это вы. Так вот, постскриптум. Постскриптум. Простите за почерк. Просто у него пропись читать совершенно нельзя. Ребята, 2016 год, все нормально. Я сам все анкеты заполняю печатными буквами. Мы даже почерк не видели, серьезно. Это просто обосраться. Так, работа с чатом. Да. Не, Максим, вы играете. Да, вы играете. Просто тоже хочу через плечо. Саша и Максим, атеисты. Да, да. Ты знаешь, Максим, я верю в несколько вещей. Да. Я верю в силу человеческого разума. Я верю все-таки в торжество доброты и справедливости на этом свете. Вот. Я верю в силу атома, кстати. Я тоже верю, Максим. Потому что она может закончить все на свете. Да. В холодильник я верю. Потому что если он не работает, все очень плохо на свете. Ага. Во много вещей я верю. То есть, наверное, не атеист. Я все-таки человек... Нет. Я верующий в надежду. Вот так вот скажу. Атеист это человек, не верующий в высшую силу, в Бога, Саша. Ты веришь в Бога. Ты веришь, что есть некое высшее существо, которое определяет все твои поступки, тебя создало и всю вселенную вокруг тебя. И особенно интересуется твоей сексуальной жизнью, как я знаю дальше. Отдельно. Да. Ты в это веришь? Вот я нет. И поэтому я оттеист. Сорян. А я фиг знает кто, короче. Нет. Я верю в людей. Я верю в наших читателей. Я одно время... Да. И слушателей, и зрителей. Я одно время сомневался, честно говоря. Я был в такой период, что-то пытался. У меня были метания там, полурелигиозные, полудуформные. Вот. Но, в конце концов, я как бы пришел к луну, что-то. Альберту респекты передают, советуют, что надо прибить полку и сову поставить. Ребят, сову мы обязательно как-нибудь вклиним. Ну, попробуем. Сейчас вот пока, вот видите, у нас что, бабай не ёкарный еще уже пять эфиров подряд висит. Да, и чужой вообще пресс-вол, и до сих пор все. Ну, окей. Мы постараемся. Мы просто такие, знаете, не очень быстрые пацаны, как вы могли записать. Да, да, да. Ну, с другой стороны, мы соответствуем. У нас другие достоинства. Александр, а вы верите в Кадзиму? Да, конечно, верю. Реально. То есть человек... Кадзину я видел лично. Много лет делал игры, короче, да, которые я не понимал, а потом сделал, которые я понял, я в него поверил. Я в него верю, я говорю уже потому, что я его видел лично, он существует. Максим, время гадания на анекдотах. Или расскажем свои. Давай расскажем свои. Крутой. Давай ты сначала. У меня есть сценарий. Следующий я рассказываю. На камерном свете. А то почитаю с той стороны. Спойлер будет. Слон, жираф, что? Давай, давай, давай. Я просто проводил один раз свои исследования в архивах, поэтому Саша... Поэтому я отдыхал, вот раз честно вам признаюсь. Да, да, все нормально. Первый раз, когда я не готов именно вот. Но поэтому для Саши сюрприз немножечко то, что я так сегодня выбирал. Окей. Так интереснее даже, мне кажется. Продавец Евросети продал дьявол душу. И чехольчик. И чехольчик. Да. Отлично. Мне очень нравится. Если честно. Господи. И чехольчик. А теперь дурацкий анекдот на угар. Давай. Страница Максим? 6-6. Я предлагаю. Давай. Хорошо. Зажали там страницы... Шестого анекдота нету. Да, да, да. Ну, ну, ну. Так, 6-6. Какой он, наверное, анекдот? Давай первый сразу. Первый, давай. Ой, длинный. Ладно. Давай. Я первый раз это читаю, господа. Так спросите меня. Учительница привела школьников на экскурсию на стройку. Тут с 10-го этажа недостроенного дома выпадает мужик. И разбивается на смысл. После экскурсии в классе учительница решила разобрать этот случай. Как вы думаете, ребята, почему дядя упал? Спрашивает учительница. Машенька тянет руку и говорит. Дяденька не соблюдал технику безопасности. Ну, может быть, учительница... Вполне такое дело будет. А ты что думаешь, Витенька? Ну, а может, дядя был пьяный? Отвечает Витя. Не исключено, говорит учительница. Тут Вовочка тянет руку. Полина. Я просто подозреваю, чем тут закончится. Так. Тут Вовочка тянет руку. Дяденька ругал мою маму. Как это, Вовочка? Что это такого? Он говорил, спрашивает учительницу. А мальчик? Кричал. Твою мать! Не шатай лестницу! Ха-ха... Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха... Окей, ладно... Набор мировых мудростей... Так, Максим, подожди, надо сову еще немножко посветить такой... О-о-о-о... Я дрался со зверем в лесу, я дрался со зверем в балете, дрался со зверем в туалете ночного клуба. Как вам новый Хитман, спрашивает у нас постоянный зритель. Я не играл. Я тоже не играл. Так, ну так, там, ага, играл. Что? Ой. Господи, я в детстве, признается наш зритель Металкир, доводил по поводу Бога соседскую девочку, которая была из православной тру-верующей семьи, между прочим. Ага, так, так, так. Зачем же так делали? Сейчас вспоминаю, даже стыдно становится. Дети жестокие из-за зданий. А как доводили? Ну как доводил, верчал, Бога нет. Это расслучатые понятия. Не, серьезно, поясните, мы если увидим, то прочитаем, мне очень интересно, как именно, просто может вам нечего стыдиться. Хотя дети, на самом деле, действительно, бывают жесткие. Жестокие, конечно, конечно. Максим, Повелитель Мух, наша любимая книжка настольная буквально. Она, ребят, кстати, лишний раз, за литературу, раз мы тут заобразовачи, за все, зашли, да. Вот, пожалуйста, вот, почитайте Голдинга, да, вот, Повелителя Муха. Особенно, если вам сейчас 12 или 13. Повелителя Муха, вот остальные. Остальное можно читать. Ой, слушай, так много писать ли одну книжку. Я что-то помню у него какую-то, я реально до этого у него читал только вот Повелитель Муху, потом какой-то еще на какую-то его книжку наткнулся. Не то совсем, слушай. Но Повелитель Муха. Повелитель Муха, да. Ну, тут, значит, это как на проб Синержи, да, вот моя любимая книжка. Ой, я пропеть ее, да. Отвратительное говно. Во-первых, во-первых, причина моей любви к этой... Первая причина, это ты. А вторая, все твои мечты. Третья... А, что, может, музыкальная пауза? Не, не, ну давай, договори, договори, ну, причина. Первая причина, почему я не люблю книжку... А, ну, конечно. А, включи игру-то, чтобы народ... Да, я просто тебе, чтобы пока передать. Ну, ну, конечно, Максим, я вам... От меня, вам... От сердца, от почек. Подари мне. Цветочек. Березового сачка. Да, хорошо, спасибо. Так вот, Макси, да. Причина не любви к... Над проб Синержи. Вот, первая причина. Из-за этой книжки убили Джона Леннона. Так, положено. Вот, потому что это отвратительное, даже до подросткового уровня литература. Она рассказывает о том, как ты особенный становишься кем-то еще более особенным, а все вокруг овнули. О, говно, неисправедливости взрослые и все такое. И ты понимаешь, и вот, если ты ее прочитаешь лет 12, я не знаю, потому что у меня случился интересный диссонанс. Я ее прочитал лет 20 и подумал, господи, что за херня страшная. А потом попытался поговорить с людьми, которые прочитали лет 12, в 11 и так далее. И я понял. Знаешь, с другой стороны, может быть, она хороша тем, что точно описывает как раз по психологии такого отвратительного, самодовольного подростка. Вот. Может быть, этим она хороша. Кстати, тот же самый мистер Гипс1911 пишет нам, Александр Максим. Благодарю за совет посмотреть фильм «Копейка». Очень понравился. Краско просто гениален в данной картине. Скажи мне! О чем мы говорили? Скажи! Ребят, понимаешь, Краско любил в жизни две вещи. После отстоя, после отстоя требует Далива Березового Сока. Далива Березового Сока, да, но подожди. Да, да, Краско. Нет, действительно, это прекрасный фильм. Краско, там действительно великолепно. Мне там все нравятся на самом деле. Вот вам Далива Березового Сока. Спасибо. Я очень рад, что вы этот фильм посмотрели, реально. Ребят, не устанет рекламировать. Не за нас. Это уже частности. Просто прекрасно, что вы его увидели. Это великолепный фильм. Так, я лет 15-16 прочитал «Над пропастью». И, ну, вы расскажите, что случилось-то. Так, давайте рандом... О, кстати, с нами играют. Давайте рандом страница. 19-3 анекдот. О, прекрасная идея. Ну, кстати, первый и последний раз. На какой книжке, Максим, мы поиграем? Сейчас, смотри. Давай на самый нужный для самого нужного. Самый нужный уморительный анекдот. А, самый нужный. Пайк, пайк, книжки, да? Пайк, книжки. Хорошо. Так, 19-3, да? 19-3, да, играем. 19-1, да, действительно, и стоит короткий. Копишь, копишь себе на ламборджине айфон. А потом не сдержался и купил беляш на остановке. Эй, блин. Так смешно, что я прямо сейчас просто вот на месте буквально. Так, пойду тоже за березовым соком сгоню. Правильно, ребята. Да, да. Почитал над пропастью и заржал. Ну, над пропастью не ржи, да, как я говорил. Окей, да. Реально, ну так себе книжка. Я, может быть, что-то не понимаю. Мал, Максим, из-за этой книжки убили Джона Ленн на секунду. Если бы Ленн еще лет 20, потом выходил с другой стороны, да? А если бы Высоцкий сейчас жил, чтобы он думал о Путине? Вот у нас был, кстати, такой диалог, да, что, а прикиньте, он вдруг оказался бы прям ярым государственником. Внезапно перековался бы. А? А это был бы ход. И выступал бы над ним. Владимир Семенович выступал бы над ним милицией, бери его выше. Владимир Семенович, как и всякий гениальный Максим поэт, который от Бога рожден, а нет, обезьяны, да? Ну, нет никакого. Ну, так неожен. Мне кажется, что вот в тех людях, которые, знаешь, появляются там, Есенин, Маяковский, Высоцкий, Маяковский, Высоцкий, Максим, даже Бродский. Даже? Ну, бывает, да, ну, ладно, неважно. Мне кажется, это все-таки люди, которые вот как раз-таки рождены от Бога, а не от обезьяны. Потому что невозможно понять вот причину гениальность. Саша, мне кажется, наоборот, это же прекрасно, то, что люди, как бы, они в альте, вот эти вот люди все гениальные, они возникли в результате того же самого эволюционного процесса, понимаешь? Вот это вот, они результат нашего тяжелого исторического пути, Саша. И не им советовать, что мне делать, на выборы ходить или зеремо жрать с мельхиоровой ложечкой? Да, вот, а не просто их никто там сотворил, понимаешь? Это вот, это просто случайность могло не быть. Это такая случайность просто фантасмагорическая, так прекрасно, мне кажется. Это гораздо красивее, это гораздо, гораздо прекраснее, гораздо чудеснее, чем, собственно говоря, то, что называется, страшно, атрофимым словом, креационить. Вот. Что за наезды, но плохие анекдоты, возмущается у нас постоянный зритель, теремок, теремок. Кради них и пришли. Окей, согласен, что-то мы немножечко перегапом. Так, Максим, вот я вот сейчас загляну в твой... А что, вы меня пустите? А давай я что-нибудь нарисую. Давай, 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 давай. Я хочу. Я прям оставляю тебе вот полностью. Так. А-а-а-а. Ще-ще-ще-ще-ще-ще-щ Theory. А, вот, отлично, я должен спросить, я перервусь, я прям реально сочетаю, он такой сложный. А, может я поиграю, давай, давай пять губок. Короче, ну вот этой, где он двигаешься, правом стреляешь. Я же играл, Максим. Так вот, воскресная проповедь Воскресная проповедь в церкви Сегодня, дети мои, Восславим Пресвятую Деву Я хочу, чтобы вы все почувствовали Ее величие и красоту Я решил, что лучше всего это получится На конкретном примере Вот среди вас во втором ряду Сидит, как всегда, скромно опустив глаза Наша Долорес Мы все ее хорошо знаем Сколько добрых дел она совершит А как она помогает своим родителям И вообще всем старикам нашей деревни Она не пропускает ни одной мессы Хоть она и молода И доходы ее невелики Но она всегда найдет монету, чтобы опустить в кружку Для пожертвований А ее скромность, целомудренность и кроткий нрав Известны всем Встань, Долорес, пусть тебя все увидят Но, дети мои По сравнению с Пресвятой Девой Она просто бледище Зачем ты порвал мой шаблон Во время сражения с боссом Пожалуйста Максим, подожди Ну раз уж я смотрю босса Причем смотри, я побеждаю Я вот говно все Давай, ты сможешь Давай простой босс Ну в принципе я играл Это же еще дополненная версия расширенная Режиссерская, да? Все, вот тебе Отлично Давай, отреживаемся Верительными сценариями Максим, я в тебя вижу сценарий, анекдот Извини, я не могу молчать Давай Когда лежат со слов Пришли к богу слон, жираф и курица Я его не читал Я не знаю Мне выступить с ним Давай оставим что-то потом Что у нас там интересного происходит в чате? В чате, конечно же Да, подожди, работа, работа Работа, мы же не просто так здесь Саша играет впервые в истории Нет, не впервые Нет Алло Саша На секундочку Саша на минуточку Играл в МГС-5 у нас на стриме Да, а я сидел рядом Плохо И такой Вот, так что нет, не в первый раз Но да, это редко случается Так что я надеюсь, вы это записываете Хотя мы потом выложим Возвожем записи стрима Господи Что? Тот же зрителем Пис 19.11 Который доводил девочку Или кто-то Вспоминает гениальный стих Владимира Семеновича А, так И фюрер кричал От завода бледнее Стуча по своим телесам Что если бы не было этих евреев То он бы их выдумал сам Окей Хорошо Высотки Собственно, этого мне Фиг собачий Хорошо У меня все спрашивают Как МГС-5 Стало вообще игрой вводом В моем топе Ну, а как-то так вышло Просто Человек Делал, делал Делал так, что мне понравилось Делал, делал Конечно, сделал Да Это значит, как в Чебурашке Мы строили, строили Четыре игры тренировался А в пятный Наконец, такой Ох А в пятный Наконец, опять Ну, надо Александру Кусоменку Чтобы тоже Помогите Да, сделаю Open World Open World Сделаю Афганистану Хай Сделаю Там, не знаю Какой-нибудь там Веном Полисицын И еще Металлическую руку Вот эту Да, все сделаю Ну, то есть Мне очень понравилась игра Кодзима молодец Наконец С таким дизайном Начал делать Я А ты, кстати, Death Stranding ждешь, Саша Ты хочешь посмотреть, что это будет вообще? Я все хочу посмотреть Мне интересно Конечно, очень интересно Потому что, наконец-то, Кодзима Он как бы перестал делать Metal Gear И мне реально интересно Увидеть, что, собственно У него получится Тем более Там видна же какая-то связь С Silent Hills Все же Ну, в основном За счет Нормана Ридуса Конечно же Ну, вот этого Дель Туровского Я не знаю Но, не, не, не Но все равно Интересно, интересно, интересно И трейлер такой Но он, как всегда У Кодзимы Какой-то такой Супер метафизический Дизионер Называется Дизионер Но, окей, ладно Заинтересовал Так, Максим Да я почитаю с этого сценария Никто это Читает Вот, потому что у нас вот здесь Вот, что-то не происходит Ничего интересного В чатике У нас Ну, просто Ну, просто Ну, до конца прошли И, там, так далее Прошел Не совсем до конца До конца Ну Это определенный момент Так А, Максим Да Я, ребята Я совершенно не знаю Сейчас прочитаю Смешно будет, не смешно Беседа Следует два пожилых человека Так А, это хороший Давай Два старичка Да, да Давай Вась, говорит один Скоро нам предстоит держать ответ перед Боном Вот, я хочу перед тобой повиниться Помнишь, в 38-м году тебя посадили на 10 лет Без права переписки Так вот, знай Это я на тебя накатал Капнул 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 Это я на тебя капнул Да Это я на тебя капнул А помнишь, Вась? Очень громко Не чикай Очень громко Ну, ну, помнишь Извините, человек виниться В преступлении 38-го года Ну, ну, и что Да, помнишь, Вась? Вольно О, теперь, понимаешь, Максим Где картина Просто 65-й год Там, где-нибудь Там, не знаю На улице Молдогуловой Например, там, в Москве Вот, квартира свежевыданная Вот, человек, там, пришедший Буквально Вот, реабилитированный, свежий Да, и тут он пришел в Веницию Так, ну, ну, и что Просто из Тарковского фильма Ну, так и что Да, второе А помнишь, Вась? Так вот Да Помнишь, в 38-м году У тебя посадили на 10 лет Так вот, это я на тебя капнул Так Первым говорю А помнишь, после тюрьмы Ты устроился на завод А тебя потом уволили Так вот, знай И тут я опять капнул Хочу я теперь-то покаяться Ну, говорит второй старичок Ты своего сына Мишку Хорошо знаешь? Да еще бы 25 лет раньше воспитываю Так вот, знай Это я капнул Я, Максим, не знал, что это будет анекдот за секс вообще Слышите, мы как-то устроим отдельно тема передачи Секс 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 На две грудки подобрать Соответствующие Абсолютно Нights of Zen Tart 3 Максим, моя любимая история, о которой я всегда рассказываю, когда упоминается секс, просто замечательная Это скетч из фильма Минин оф Лайф Комик труппы Монти Пайтон Да, он прекрасный, я знаю Когда учитель начинает в школе преподавать, соответственно Приходит на урок Сексуального воспитания И там начинается вот такое Среди раз, тема урока Секс Что же ты вцепился в клитор? Может быть, для начала просто поцелуй? Да, 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 да Это в чате или ты сейчас? Нет, нет Я уже подумал, надо начинать цитировать сразу Кодзима как Питер Малие Тот еще сказочник Эй, ну ребята Ну что же вы Так, Александр, как ваша чурчхелла? Не надоело Не знаю, о чем речь Чурчхелла Я вот тоже, да, не понял Медовая пахлава Хоть атеист в школьном возрасте Раз в две недели ходил в храм Так вот Многие идеи настоящего буддизма Не тот, который в храмах Мне симпатизирует А как вы думаете? Ребят, смотрите Можно я сначала? Конечно Максим Дело в том, что я уже высказывался за буддизм Я одно время интересовался буддизм Дело в том, что он у меня современный Вот это вот, да, как раз то, что вот Как вы говорите в храмах Менешко удивляет Потому что когда я про него читал Про классический буддизм Он мне понравился в частности тем, что Буддизм Он против обрядовости всяческой То есть нельзя спастись Ой, всё Нет, серьёзно Нельзя спастись Нельзя достичь нирваны Просветления При помощи Ну просто повторяя какие-то обряды Так не бывает Жаль Нужно просто вести себя как человек Понимаешь Жить Вести хорошую жизнь Жить и любить Вот, да Короче, нужно Ты только действием Только своими поступками Можешь добиться просветления Вот в чём основной принцип А после этого Потому что начинается всякая ерунда Уже позднейшее наслоение Малельные колёса Короче Малельные флажки Всякие рисования Рисования мандал Всяких Вот это вот всё Нет, ом это ладно Это понятно Короче говоря Начинается всяческая Начинается вот эта Всяческая обрядовость Меня поэтому Вот это немножечко Вамораживает Не знаю Живите, блядь В любом случае Любить Дело в том, что Дело в том, что Мне любая религия Если честно Немечко противна В большей или меньшей степени Какие-то сильнее Какие-то слабее Но в целом Вообще я считаю Что это херота И без них Как-то было бы уже Получше В 21 веке Нет, Максим Ещё буквально 100 лет назад Может я с тобой Подискутировал А сейчас я говорю Ну что ж Что ж тут поделаешь Господа Ну вот у человека Такое мнение У меня мнение Что я ни во что не верю Даже в чёрт и назло всем Понимаешь Но при этом Пытаюсь подумать Что может быть Всё-таки есть что-то Что-то Где-то Ну Всё это иллюзии мои Ребята Эх Какие мы все православные Хренославные Да Так Так что у нас Воспоминается Сцена из фильма ДМБ Про монахов А Не про монахов А про вот этих Ребят Которые Веруем мы в Бога Нашему Говинду Да Говинда говорит Ваше ничего Жутковато Говорит Правда Пойдёте в химвойска Не знаю Ребят Кто не смотрел Короче Фильм ДМБ Автор сценария В общем Охлопыстин Вот Режиссёр Роман Качанов Охлопыстин Отлучённый Между прочим Максим От Обряда Всей вот этой Усфигаты По православной церкви Если что Ну кто-то там Еромонах Еромонах Ахлопыстин Ну нет Подожди На личности Мы пока Переходить В шоу Синий попугай Не будем Я уже начал Всё Максим Ты уже Я не говорю Что фильм Бог клеймишь Фильм Все равно Хорош Бесспорно Несмотря на то Что автор сценария Так себе Как человек Ну это его не делает Ну С сценаристом Ха-ха Максим Что? Наш зритель Нои Сын Охар Господи Нои Сын Ребят Ну вот Нас имена Господи Написали бы Вася Петров Ну так А чего Чего Неважно Помню На каком-то Кри Вспомнила бабка Как девкой была Кри Уже год 3 Колдовость Да Александр говорил Овчаренко То есть Ещё лет 7 назад Господи Ляля врывается Отматывая Ляля врывается В тренд Я ненавижу Эту кличку Так вот Что ему не нравится Трансляция игр Поменяли свое мнение Ребят Я мнение поменял Да вы поменяли свое мнение Понимаете Мне как не нравится Так не нравится А вам нравится Ну то есть Транслирует Её просто Что угодно Общаться с людьми Если есть приятным Человеком Пить в конце концов Берёзовый сок Кленовый сироп Вот Запивать Сову Осталось Давай Давай За что Знаешь Максим Да что я хочу выпить Опять же Вот В рамках Министерства культуры Мединского Всей этой истории Там да И ещё Вот Чтобы вот Хоть кто-нибудь Вот Из этих людей Однажды В жизни Взял Вот Уши на свои Открыл И Послушал Вот ты глубоко копаешь Пока только за это Ну ладно Ну давай О Кстати друзья Если кто забыл Я предлагал в прошлом выпуске Дринкингейм Каждый раз Когда выпиваем Мы Выпивайте Как совю назовёте Спрашивает Сову Пардон Назовёте Спрашивает нас Дёти Стихси Найнкэт Как сову назовём Знаете Мы пока не думали Знаете Господин Мединский Нет Нет Слушай Слушай Саша Давай Мировая Назовём Подожди Нет Нет Зачем Саша Мы Наследники Наследники Конечно Не святого Петра Но Хотя бы Но Мы наследники Юрия Никулина Мы не знаем Какого пола Это сова Но Я предлагаю Балбес Я хотел предложить Юру Но Балбес Это даже лучше Балбес Точно Ребят Это будет наш Сов Балбес Короче В честь Юрия Никулина Да В честь Белый попугай Одной из самых Знений попугай Да Всё За это тоже надо выпить Срочно Срочно Поднимай Саша Твою ж мать Да что ж Надамаж Подпустил Ладно Ну за Балбеса Вот Так Поработаем же с чатом Балбеса поставим пока Да Так Выпил Спасибо Назовите Отлично Иди У нас уже есть один Как Саууу Назовите Так она и поплывёт Балбес Я уверен Отлично Поплывёт Да Великолепно Поздравляю Шарик Вы Балбес Нам пишут Просто Ох Ребят А то знаете Чё В принципе Нам пора уже закругляться Это вот Минут через пять Будет Можем ещё Минуток двадцать Постын Ну давай Да Ну вот Вы знаете Вот так приятно Всё-таки Что вот Собирается Группа людей Слышать тебя Зато не брата Да Подержите Ты Балбес Да Анекдотик тебе расскажет Хотя ты не можешь Рассказывать Вот подожди Да Действительно Очень приятно Я согласен Дядя давай Давай Максим Так Ну вот Давай Давай не будем далеко Ну хотя ладно Давай Будем далеко ходить Давай Шестьдесят Шестьдесят Второй Ну нет Второй Второй Первое сентября Вовочка возвращается домой После своего первого дня в школе Мама его шутливо спрашивает Ну же как Чему научился Да много уже чему отвечает Вовочка Но это ещё недостаточно Потому что я сказала Что нужно приходить ещё и завтра Обычно это такой вариант Что же мне не скажешь Это ботяга на десять лет Это значит Меня тоже родители пытались обмануть Но я уже тогда даже шестилетка Понимал что это всё какой-то подвох А там Ну что ж ты В школе же интересно Нет В школе не интересно Знаешь Максим Мы с тобой как-то поднимали Вот этот разговор Да Ты помнишь вот эту тему Про школьные годы чудесные Да Вот когда Пойдёшь Со школьного Двора Под звуки Не соревшего вальса Так вот Да Многие люди И некоторые Я даже лично знаю Я с ними даже поучился Считают что их школьные годы Так Это действительно были Самые чудесные годы В их жизни Ну я им завидую Я им завидую Я не могу с ними согласиться Я им крайне сочувствую Максим В отличие от тебя Ну вообще жизнь наверное Потому что Как же отвратительно Может сложиться твоя жизнь Что школьные годы Для тебя стали чудесными Твою ж ты Не просто чудесными А лучше Дремучие случаи Это страшно Это страшно Я согласен Давай посмотрим Что вам пишут в чате Давай посмотрим Так Кодзим гениален человек Он может делать всякие крутые вещи Кроме МГС Запчать надо А уже не все Артем 9-3-2-9 Я сам слышал Так Что ж мы все чурхелы Ты пристали Так 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 Будь было интересно В школе Тут кстати Очень зря Честно С этими делами Особенно курение Смет так радует Что сейчас я бросил курить Черт его мать То есть только Такие вот черти Как мы с тобой Максим Остались курить А сейчас Среди 20-летних Почти Во-первых А совершенно Не модно Как в наше время А во-вторых Б Достаточно дурных Да уж Дороже чем нам Это правда Так Классический Изменят богов Это правда Нет но есть Странная тема Да Так Ну что ж Балбец Говорит нам Максим Что? Что завязывает Пора Максим Ты считаешь Пора все Давай расскажем Еще пора С твоего сценария Давай Давай Происходит там Так Ну господи Максим Я опять наткнулся на это Пришли к богу Слон, жираф и курица Я трижды пытался Я не знаю чем закончится Я боюсь вообще Ну ты узнаешь Саша Балбец одобряет Да? Да конечно Балбец Пришли к богу Слон, жираф И курица И курица Чтоб пожаловаться На свою участь Ну а зачем бог Приходить И похвалить Так Сначала жалуют слон Боже да достал Мне уже этот хобот Который ты мне выдал Под ногами путается Выгляжу с ним Как последний дурак Не ной Он полезен для тебя Им ты еду собираешь И можешь напиться Даже ноги не замочив Ну ладно Окей Подходит жираф Господи За что ты мне дал Ту длиннющую шею Из-за нее вешу Черт знает сколько У меня все время Борит позвоночник Люди надо мной Смеются в зоопарке Не жалуйся Эта шея позволяет Тебе спокойно есть Самые спелые Вкусные фрукты На самом деле листья Но не важно Не будем придираться До которых тяжело Дотянуться на высоте Наконец-то стало Учесть курица Максим Боже Я не хочу жаловаться Ну пусть у меня либо жопа будет шеет Либо яйца Учесть курица Учесть курица Безысходность Безысходность Ну ладно Давай закругляться Бошнем уже Готово как-то мы Знаешь что у меня вот кстати Мы забываем нашу рубрику Постоянную Ребята да Мы сейчас будем прощаться еще Максим почитает там буквально Ну не волну А я вот вы знаете Хочу какую-нибудь тоже вот песню включить Может быть чтобы Наконец-то уже закрыть вот эту вот тему Может быть Песню божественную Или песню от человека святого В конце концов Да Вот Я сейчас попробую Найти что-нибудь такое Вот у меня вот здесь в коллекции Вот я открою Песни про Бога Или православные песни Вот лучше Вот это Давай давай А может быть мы ансамбль Христа Спасителя Нет Это Максим Мы дойдем Мы дойдем Вот балбес Он знаешь не обманет Вот И что ж друзья Итак С вами С вами Были снова В этот замечательный четверг Мы Максим Еремель Александр Кузьменко В клубе Синий Попугай Который преемник клуба Белый Попугай Рассказывает вам самые лучшие анекдоты Показывает вам самые лучшие игры И играет вам самые лучшие песни До новых Хреновых Встреч Как собрался Как собрался Там на пир лихвой Много девок Ты читай, читай Как и мужичков С ними феофан Кваса много пьют Все уж рвутся в пляс Эх, друзья Давайте Да так Чтоб лапти разбить Оф-пол Всего доброго Лапти разбить Оф-пол